Добрый день! Я всех приветствую, гостей и подписчиков моего канала. Сегодня я хочу рассказать об экскурсии Слонинское ожерелье, в которую входило посещение города Слонин, Успенского монастыря в Жировичах и крепости церкви Сынковичи. В этом ролике я расскажу об монастыре. Так, Успенский монастырь Жировичский, Белорусско-Православная церковь, он расположен в Агрогородке или, называют, деревне Жировичи. Эта территория монастыря очень огромная, много различных архитектурных сооружений, несколько храмов, колокольни, звонницы там есть, очень интересное место посещения, место паломничества. В комплекс монастыря входят четыре храма и примыкающие постройки. Это Явленская церковь, или еще называют Бога Явленская церковь, Крестово-Сдвиженская церковь, храм Николая Чудотворца и главный Успенский собор. Церковь Великомученика Кеоргия Победоносца, она находится на клавище. Звонница, как я уже говорила, да? Звонница и колокольни, которые несколько разные значения этих слов. Звонница, это, может сказать, такое небольшое сооружение, которое находится, стоит прямо на земле, и колокола рядом находятся, можно сказать, с вами. Вы можете увидеть прямо воочию их, даже прикоснуться, может быть, даже колокольни. Это архитектурное здание, напоминает, может, башню, и вверху находятся колокола. Далее здесь можно увидеть здание семинария, жилой монастырский комплекс, трапезная, хозяйственные постройки и огород. Как, впрочем, у каждого монастыря есть такой небольшой земельный участок, на котором разделываются культуры. Православный монастырь возник на месте, где, согласно преданию, в 1470 году, по другим данным, в 1490 году, 20 мая, была явлена Живовицкая икона Божьей Матери. Итак, история этой иконы началась в 1470 году, когда дети-пастухи нашли икону на грушевом дереве, и сразу же несли господину православному шляхтичу Александру Султан. Господин икону спрятал ларец, но в следующий день хотел показать гостям. Но икона из ворца каким-то образом исчезла. А еще спустя пару дней те же самые дети нашли ее на том же самом дереве. Султан намек понял и построил церковь, простоявшую почти век, изгоревшую в 1560 году. Однако икону считали утраченной всего несколько дней. Вскоре она опять появилась на дереве. После этого жители решили, что церковью тут не обойдешься, и стали строить монастырь. Много лет спустя икона была найдена снова. С таинственными отпечатками на ней предположительно ладони и ступни Девы Марии. Икона считается чудотворной, и камень стал частью алтаря Крестовоздвиженской церкви. С тех пор Журовический монастырь является главным местом паломничества в Беларуси. Центром композиции является Успенский собор, соединенный крытыми переходами, созданием семинарии и жилым корпусом. Заложен как главный храм монастыря. Каменная трехнефная купольная крестовая базилика, длина 55 метров, а высота около 40 метров. Сначала был построен в стиле барокко, окончен в 1650 году. Имел две башни на главном фасаде. После реконструкции в первой половине XIX века приобрел черты классицизма. Очень интересная деталь. Из-под собора бьет целебный источник. Имена под алтарной частью, возникшей по преданию при обнаружении иконы. К юго-востоку от собора находится Богоявленская церковь. Она была построена в 1672 году. Освящена в честь Рождества Богоматери. Игорь Негода Итак, мы с вами находимся в Диплентской церкви. Это древнейший храм монастыря. И сразу возникает законодательный вопрос. А зачем вообще этот церковь построена? Если деревянная сгорела и икона была утеряна, какой-то для смысл вы зайдете по огромной каменной здании? Ваше предположение? Ну давайте смелее. Если он не репоподбог уже не будет. Показать могущество. Может, есть еще варианты? Ну давайте помогать. Как есть варианты. Укрыть хорошо икону. Хорошее укрытие иконы. Какой икон если вы потеряли припадали? Ну, знаю. Ну так что нет вариантов. Нет, тогда я буду злого учить и рассказывать о храмах. В 1520-х деревянный храм действительно сгорает. Иконы действительно утеряны. Но в том же 1520-м произошло второе обретение жировической иконы Божьей Матери. Как это случилось? На тот момент на этой территории уже было небольшое поселение. И при этом поселение даже работала первая школа. Дети часто играли на троллбе. И однажды увидели, что на огромном храме сидит незнакомая женщина. Один-то странный в этих мест одежды. Что-то держит в руках, где они не используют следы. Само собой дети стукались. Побежали в деревню. Рассказали своим родителям. И те вернулись сюда со священником. Но и такую женщину уже не обнаружили. А в алмаре печатался несколько сантиметров. Вот и он след стал. Рядом с этим следом лежала как раз таки утерянная жировическая иконы Божьей Матери. Так само Богородица делилась на этом месте и возбранительно потерялась. Этот наш путь продолжается на возвышенность, вверху которой находится крестово-здвиженская церковь. Она является доминантой всего монастырского комплекса. Построена эта церковь в 1796 году. Каменный однонефный храм Кальвари. Однонефный, то есть это пространство, залы церкви, который не делится рядами колонн. Кальвари в переводе с латинского означает Голгофа. В XVIII веке был очень распространенный обряд, который символизировал мученический путь Христа или другая трактовка, которая символизировала паломничество в Иерусалим. Внутри церкви половину здания занимает лестница. Когда мы заходим в этот храм, перед нами большой ряд ступенек, и только вверху мы видим живописную панораму на стене. Этот прием создает впечатление глубины при сравнительно небольших размерах церкви и высота 25 метров. Если Успенский собор, высота его достигает около 40 метров. 15 мая 2020 года, в канун празднования юбилейных дат Успенского Жировического монастыря, а это 550 лет со дня явления Жировической иконы Божьей Матери, 500 лет ее повторного чудесного обретения, 500 лет со времени основания Жировического монастыря. В обитель были доставлены памятник преподобному ученику Серафиму, архимандриту Жировическому и новые колокола. Преподобный ученик Серафим в годы войны возрождал духовную жизнь на оккупированной территории Белоруссии. За свою миссионерскую деятельность в 1945 году был приговорен к пяти годам лагеря, где и принял мученическую кончину. В основании памятника заложена капсула с землей, взятая с места гибели святого. 31 июля 2022 года в обитель был доставлен 14-тонный колокол. Этот колокол является самым большим в Белоруссии. Сейчас набор колоколов размещен на временной звоннице, которую можно увидеть во время посещения экскурсии, увидеть и ощутить эту мощь, могущество, размеры этих колоколов. Конечно же, все звуки колоколов имеют свой тон, свою высоту звука. И когда это звучат ряд колоколов, конечно, это незабываемое такое слуховое, можно сказать, зрелище, которое просто ласкает и наш слух, и как-то нас преображает и оздоравливает. Но это божественно. Конечно, звон колоколов – это божественно. В Жировичах три святых целительных источника. Один находится под алтарной частью. Спускаются к нему только монахи. Именно этот источник пробивался из-под корней груши, на которой явилась икона. Еще два источника, хотя они находятся примерно на одинаковом расстоянии от монастыря, один называют дальний, другой называют ближний. И вот дальнему источнику 200 лет к нему можно пройти по центральной улице поселка или деревне, как мы называли Жировичи. Ближний источник, он расположен по дороге на Иванцевичи. Здесь две купальни – мужская и женская. Очень красивое место. Рядом с купелью находятся часовни и два источника, из которых можно набрать воду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова